Лидеры стран Большой Семерки заверили Украину в дальнейшей поддержке, в то время как в Кременчуге разбирают завалы после удара по торговому центру. В брошенной на обочине фуре в пригороде Сан-Антонио найдены десятки тел мигрантов. Предварительная причина смерти – тепловой удар и обезвоживание. Спорный законопроект об отмене части торговых соглашений в Северной Ирландии одобрен Британской палатой общин. Лидеры стран Большой Семерки на саммите в Германии пообещали поддержать Украину в войне против России, сохраняя санкции и отправляя оружие столько, сколько потребуется. Не успело соответствующее послание дойти до президента Владимира Зеленского. По видеосвязи, как по торговому центру в Кременчуге, был нанесен ракетный удар. По меньшей мере 18 человек погибли, 36 пропали без вести. Украинские власти обвиняют в атаке российские войска. Москва назвала произошедшее провокацией в стиле Буччи. Реакция мировой общественности последовала незамедлительно. Новый министр иностранных дел Франции Катрин Калана заявила, что Россия должна ответить за свои действия. Вторил ей и госсекретарь США Энтони Блинкен. В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил то, что он назвал жестокостью и варварством Владимира Путина. Принимающий саммит Большой Семерки канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее обвинил Россию в нарушении всех соглашений. Мы все согласились, что будем продолжать поддерживать Украину в ее защите от России. Ясно одно, что эта война глубокая, глубокая рана в международных отношениях. Ранее совершенно осознанно назвал это поворотным моментом, потому что из-за нападения России на Украину были нарушены все правила, все соглашения, которые мы заключили друг с другом на пути сотрудничества государств. В особенности это касается границ, которые не должны перемещаться силой. К поисково-спасательным работам в разрушенном торговом центре привлекли военных. На момент удара в комплексе находились около тысячи человек, но многие после объявления воздушной тревоги успели выйти. По данным украинской стороны, российские бомбардировщики выпустили две крылатые ракеты из окрестностей Курска. Одна из них поразила торговый центр, другая – стадион. Россия отрицает нанесение ударов по гражданским объектам. 46 тел были найдены в брошенной на обочине фори в пригороде Сан-Антонио, штат Техас. Еще 16 человек, в том числе четверо детей, были доставлены в больницу с признаками теплового удара и обезвоживания. В штате стоит рекордная жара. Все они, как предполагается, были нелегальными мигрантами. Это трагедия. Мы знаем о 46 людях. Их уже нет с нами. У них были семьи. Они, вероятно, пытались найти лучшую жизнь. Есть 16 человек, которые борются за свою жизнь в больнице. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы попытаться оказать им помощь, насколько это возможно. Но это не что иное, как ужасная человеческая трагедия. Пациенты, которых мы видели, были горячими на ощупь. У них был тепловой удар, тепловое истощение. Признаков наличия воды в фуре нет. Это был грузовик-рефрижератор. Но внутри, по-видимому, не работал кондиционер. Сан-Антонио, расположенный в 250 километрах от Американо-мексиканской границы, считается основным транзитным хабом для контрабандистов. Губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт, обвинил во всем президента. В частности, он написал, эти смерти на совести Байдена. Они являются результатом его смертоносной политики открытых границ. Правительство Великобритании стало на шаг ближе к отмене части торговых соглашений в Северной Ирландии после Брексита. Несмотря на предупреждение ЕС о том, что это незаконно и может привести к торговой войне. Депутаты Палаты общин двумя стами девяносто пятью голосами против двухсот двадцати одного проголосовали за спорный законопроект о протоколе по Северной Ирландии, что позволило ему перейти к следующему этапу рассмотрения в парламенте. Однако предварительные дебаты в Палате успели разделить членов правящей консервативной партии. Этот законопроект настолько необходим, насколько и законен, и правительство лишь юридически закрепило это. Размышляя над этим законопроектом, я начала с того, что задала себе три вопроса. Во-первых, считаю ли я его законным с точки зрения международного права? Во-вторых, достигнет ли он своих целей? И в-третьих, сохранит ли он, по крайней мере, авторитет Соединенного Королевства в глазах всего мира? И мой ответ на все эти три вопроса – нет. Протокол требует проверки грузов, прибывающих в Северную Ирландию и из остальных регионов Великобритании, для отслеживания товаров, направляющихся в ЕС через Республику Ирландия. Из многочисленных бюрократических сложностей поставки многих видов продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство населения, а также политический кризис. В Италии установилась засуха, сильнейшая за последние 70 лет. Количество осадков сократилось вдвое по сравнению со средним показателем последних трех десятилетий. Нехватка воды часто отмечается в центральных и южных районах страны. Но в этом году, по данным местных ученых, на Севере зимой и весной выпало значительно меньше осадков, чем обычно. При этом у засухи есть и другие причины. Это фатальное стечение обстоятельств. Зимой выпало на 70% меньше снега, чем в предыдущие годы. Потом 4 месяца не было дождей, а температура на 3,25 градуса выше средней для этого времени года. Сейчас конец июня, но погода стоит как в середине или даже в конце июля. Сильнее всего пострадала обширная территория вдоль крупнейшей в стране реки По и ее притоков. Это грозит тяжелейшими последствиями для здешнего сельского хозяйства. Мы оказались в драматической ситуации. В самой серьезной, чрезвычайной ситуации за последние 70 лет в провинции Парма и во всем регионе. Если ничего не изменится, мы, давали, сможем обеспечить эрегационные услуги, что с большим трудом удавалось нам в эти дни. В Ломбарде и в связи с засухой уже объявлен режим чрезвычайного положения, что может вскоре коснуться всей страны. Планируется ввести строгие меры, направленные на ограничение расхода воды. В Эквадоре будут снижены цены на горючее. Об этом заявил президент страны Гильермо Лассо, после того, как это небольшое южноамериканское государство охватили массовые протесты, начавшиеся две недели назад. Местные жители, главным образом представители коренных народов, недовольны социальной и экономической политикой властей. Стремясь унять протесты, президент выступил с обращением по радио и телевидению, заявив, что цены за галлон бензина и дизельного топлива будут снижены на 10 центов. Между тем протестующие требовали более существенного снижения. Ранее власти Эквадора заявили, что в стране может быть полностью остановлена добыча нефти, если не прекратятся массовые выступления, из-за которых блокируется работа предприятий и доступ к месторождениям. Протесты уже привели здесь к 50-процентному снижению нефтедобычи. Добыча Это юмористический забавный способ, но мы также хотим донести довольно серьезное послание. На протяжении всего фестиваля статуя будет сохнуть и трескаться, если будет жарко, и летает, если пойдет дождь. Такое уже происходит с миллионами людей во всем мире, чьи туалеты пострадали от изменения климата, наводнений или засух. Все эти люди теряют доступ к жизненно важным потребностям. Многие ассоциации и неправительственные организации приняли участие в повышении осведомленности собравшихся, но пальма первенства досталась молодой шведской эко-активистке Грете Тунберг, чья пламенная бескомпромиссная речь на главной сцене Гластенбери никого не оставила равнодушная. Мы приближаемся к пропасти, сказала в частности Тунберг, и я настоятельно рекомендую всем тем, кто еще не потерял рассудок стоять на своем. Не позволяйте им подтащить нас еще на дюйм ближе к краю. В этом году Украина также оказалась в центре внимания организаторов. В день открытия фестиваля украинский президент Владимир Зеленский обратился к десяткам тысячам гостей и участников, чтобы напомнить им о стремлении его народа защитить свою свободу и независимость перед лицом российского вторжения. Приехала в Гластенбери украинская группа «Калуш Оркестра», которая выиграла в этом году Евровидение. Музыканты отреагировали на проведение следующего песенного конкурса за пределами Украины. Жаль, но сейчас ведется много дискуссий, поэтому до сих пор не ясно, будет ли Евровидение проводиться в Великобритании. Я все еще надеюсь, что Евровидение будет в Украине, и правительству удастся провести его. Украина и климат стали двумя символами Гластенбери 2022. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова